В ряде недавних фильмов я постепенно стал раскрывать вам абсолютно новые знания о реальном прошлом. Эти знания были получены мною благодаря работам писателя Александра Пескова. Он скрыл целый пласт по-настоящему сенсационной информации и, наконец, ответил на ряд давно мучивших всех исследователей реального прошлого вопросов. Как на Земле появились первые люди и как новые популяции людей появлялись так быстро после каждого из потопов? Исследуя происхождение своего северокавказского рода, Александр Песков вскрыл целую технологию богов, которую он назвал искусственным антропогенезом. Многие из вас очень хорошо уже понимают то, что Всевышний, Высший Разум или Абсолют действуют в нашем материальном мире с помощью приспособлений и обстоятельств. Приспособлением для массового создания людей и стала технология искусственного антропогенеза, то есть очеловечивания высших представителей животного мира. Дополню, причем как надземного животного мира, так и подземного и подводного. Писатель заметил, что технологию искусственного антропогенеза применяли на нашей планете абсолютно недавно. А самое главное, применяли те, кто был изначально точно такими же, как ими же созданные люди. Александр Песков в своей книге назвал их ариями. Эти арии стояли на более высоких ступенях развития. Они, в общем-то, технологическим способом внедряли свою генетику в представителей архантропов и приматов. К сожалению или к счастью, мы пока точно не знаем сути этой технологии. Знаем мы только ее внешний образ. Образ данной технологии нам известен из мифологии. Арийский жрец выходил к алтарю, вокруг которого располагались дольмены, в которых находились санки архантропов или приматов. Он надрезал свою руку и в чашу капала кровь. А дальше, лингвистически волновым способом, наверное, он начитывал определенные мантры. И так происходило непорочное зачатие. Знаем мы и то, что те, стоящие на более высокой ступени развития и называвшиеся в мифологии богами, зачастую, даже напрямую, то есть естественным образом, оплодотворяли, по крайней мере, архантропов или снежных людей. Об этом мой фильм. Вот что раньше творили с обезьянами из лесов. Зана. Сегодня вы увидите следующий фильм на данную тему. Конечно, я его публикую на YouTube с большими сокращениями. И публикую с наших непубличных форматов спонсору и бусте. Многие из вас хорошо понимают, что подобная информация очень сложно воспринимается неподготовленным зрителям. Поэтому все тонкости моей гипотезы и реконструкция вы можете увидеть только в фильмах на наших непубличных ресурсах спонсору и бусте. А для тех, кто захочет на них подписаться, ссылка будет в описании под этим фильмом и в закрепленном комментарии. Но снова предупреждаю, неподготовленных зрителей и тех, кто находится в плену различных догм, эта информация может испугать и шокировать. И для того, чтобы вас подготовить к ее восприятию, я все-таки публикую на YouTube наши сокращенные фильмы из непубличных форматов. И еще, для того, чтобы вы все понимали, я в своих рассуждениях нахожусь на идеалистической позиции диалектики Гегеля, а не на материалистической позиции диалектики Маркса. Поэтому я считаю, что человека создал Всевышний, Высший Разум или Абсолют. И я являюсь противником теории Дарвина, то есть естественной эволюции снизу вверх. Я думаю, что мир был построен наоборот, сверху вниз. То есть человек, по моему мнению, не создан из праха земного или глины. Он создал путем приспособлений и обстоятельств, то есть с помощью технологий искусственного антропогенеза и создан по образу и подобию того самого Абсолюта, который в материальном мире волнами постоянно создавал все новое население. Также создавать новое население ему помогали и те, кто был создан в первых волнах. Итак, в этом фильме на основе работы Александра Пескова я представлю вам свою гипотезу того, как в совсем недавние времена на Кавказе мифологические арии или боги, они же исполины, кроме народа нартов создавали и различные матрилинейные рода, в частности род всем известных амазонок. Еще замечание. Данный процесс искусственного антропогенеза нужно рассматривать не только в границах Кавказа. Так происходило по всей нашей планете. Книгу Александра Пескова «Наследие вождей Атлантиды. Боги творят народы» вы можете приобрести у автора. Ссылка на его группу в ВК будет в описании под этим фильмом. Я думаю, что понимание сути искусственного антропогенеза является ключом к реконструкции всей реальной истории человечества. Ну и еще. Все мы с вами в школе учили то, что человек произошел от обезьяны. Данной темой занимается огромное количество официальных наук. Порою с их наработками поспорить очень сложно. Я думаю, истинный процесс происхождения человека нужно сформулировать так. Человек произошел от Бога, но с помощью обезьяны. Здравствуйте. Продолжаем исследовать тему искусственного антропогенеза. Или, как называет Александр Песков, искусственного этногенеза. Это, напомню, книга писателя Александра Пескова «Наследие вождей Атлантиды. Том 2. Боги творят народы». У нас сегодня глава Амазонки. Давайте попробуем разобраться, кто же это такие. И внести коррективы согласно моей гипотезе. Это моя гипотеза, вы ее знаете, и я ее фактически насаживаю на тот скелет или тот фундамент, который создал Александр Песков. И я еще раз напомню, что он, когда писал эту книгу, многого не понимал, что понимаем сейчас мы с вами, что история гораздо короче, что технологический уровень себе другой был. Он не совсем понимал, что были исполины гиганты и люди, кто кого как произвел. Он думал, что, в общем-то, это производили людей. Но мы теперь прекрасно с вами понимаем, что исполины, их происхождение нам пока непонятно. Видимо, это инопланетное происхождение, то есть это высшее проявление в материальном мире. На каких планетах они живут, неизвестно. Вот Лаи, допустим, называют их ДВЦ. Древняя высокоразвитая цивилизация, которая, в общем-то, действительно по времени древнее, чем Земля намного. Но в рамках, допустим, материального мира не такая она уже и древняя, видимо, структура. Хотя, кто бы его знал. Но смысл в том, что на Земле именно исполины были носителем гена Бога. Они создавали из архантропов, получается, гигантов аристократию, как, видимо, из наиболее умных представителей фауны. А уже эти гиганты создавали нас, людей, или вообще, скорее всего, мы смесь сегодня гигантов и маленьких этих людей 130-сантиметровых. В общем, людей создавали гиганты из представителей приматов. Такой же процесс у нас происходил и под водой, и под землей. Тоже из представителей тех видов фауны. Среди наших зрителей очень много тех, кто находится сейчас в Европе или США. Как правило, это наши соотечественники, переехавшие или постоянно живущие за границей. Поэтому, специально для таких зрителей, я хочу обратить ваше внимание на европейском, швейцарском и американском сайте Синтезита проходит большая мега распродажа. В Европе, США или Швейцарии вы сможете приобрести эту уникальную разработку по очень выгодной цене, сэкономив десятки долларов и евро. Напомню, что Синтезит это единственное в мире средство, которое комплексно восстанавливает весь организм. И происходит это, потому что Синтезит восстанавливает основу жизни, кровь и кровотворную систему. При его приеме увеличивается количество стволовых клеток, кровь насыщается кислородом, а также регулируются параметры крови. Таким образом, восстанавливая основу нашей жизнедеятельности, Синтезит дает организму возможность осуществлять комплексный ремонт всех систем, укреплять иммунитет, быстро возвращать жизненные силы и, что немаловажно, продлить активное долголетие. Переходите в социальные сети Синтезита, смотрите сотни интервью с потребителями со всего света, читайте научные исследования и успевайте воспользоваться акциями на европейском, американском и швейцарском сайтах. Все ссылки в описании. Итак, амазонки. Фукигид в 5 веке до н.э., Лизий в 4-3 веке до н.э. и Перегат в 1 веке до н.э. считали, что амазонки были дочерьми Орея. Амазонки – очередной синоним роженицы, отождествляющейся созвездиям большой медведицы, которую называли коровой ладой. Она же была девой. В Юго-Восточной Азии ладьи до сих пор называют джонками по коровьим кожам, которыми обшивали лодочные каркасы кроманьонцы палеолита. В дзекающем проязыке это слово звучит как дзонка, амадзонка с телом коровы коровьевымя. Слово имело смысл роженица. Женские объединения амазонок действительно существовали в древности. Иногда занимаемые ими территории достигали размеров целых государств. К примеру, те же городки миотов женоуправляемого народа. Они протянулись по высокому правому берегу реки Кувань от Армавира до Азовского моря практически на 300 километров. По приблизительным подсчетам ученых в них проживало не менее 60 тысяч человек. Верный признак принадлежности их ариям племени Тельца долихокефальные яйцевидные черепа в могилах. Причем на одном и том же могильнике при поселении находят черепа, похожие друг на друга, как яйца из инкубатора. Признак разросшегося рода от одной роженицы и одного и того же мужчины-родоначальника. Женоуправляемость миотов объясняется тем, что арии из первых отобранных рожениц стали выстраивать матрилинейные династии. Точно так же они поступали и на Мальдивах и в Авачирах североамериканских индейцев. Это было удобно, потому как этот класс обеспечивал их качественным живым товаром. Он был исполнительным органом власти, хорошо знакомым с производственным процессом. Оставалось только держать их под контролем. Одновременно эти наследницы первых рожениц выполняли роль жриц, воспитательниц и учителей в своих родах. В степях, простиравшихся от Днепра до Енисея, арийские вожди применяли принцип образования мелких родов, которые вели родословную от одной роженицы. Предварительно подготовленных молодых рожениц расселяли по степи, снабдив необходимым минимумом знаний для самообеспечения. Дамы периодически собирались в условных местах на сексуальные игры с арийскими мужчинами, которые, по мнению Александра Пескова, приплывали на ладьях по реке. Но я с этим не очень-то согласен. Я, в общем-то, больше склоняюсь не к естественному оплодотворению, а к Горяевскому, волновому. Ну, хотя и такое могло быть возможно, но, опять же, мы с вами поняли из предыдущих работ на эту тему, предыдущих исследований, что действительно в каких-то государственных или в больших таких комплексах и в больших масштабах, конечно, мог применяться Горяевский метод непорочного зачатия, лингвистика волновой. Лингвистическая волновая генетика – это как раз работа Горяева. Но в более мелких хозяйствах, где вот дальше мы будем разбирать эту, Нарский эпос о красноликом Фуке, вот там он самостоятельно производил. То есть это частник практически был. То есть государственные объединения, которые занимались искусственным антропогенезом или искусственным этногенезом, и частники. Но вот рода амазонок, скорее всего, делались не частниками. Это что-то было в виде каких-то государственных движений. Ну, государственных – это я так говорю, может, корпоративных по-нашему. Но смысл в том, в общем-то, что амазонки – это определенный вид, то есть можно было матрилинейные рода делать, как мы сейчас увидим по амазонкам, а можно было обычные делать, то есть полилинейные, полигамные, так сказать, рода. И различные, то есть, видимо, происходило какая-то… Либо это тренировались, какое общественное устройство лучше Арии производителей, либо это специально задавалось изначально для каких-то целей, для каких мы сейчас посмотрим. Но, опять же, датировка этого процесса на Кубани, то, что сейчас он описывает, мы знаем, что как раз Меотида, это Азовское море, там было племя амазонок. И оно описано очень хорошо в мифологии и в Троянской войне, в Илиаде. То есть, получается, что действительно на Кубани амазонки были. И вары такие же, как Рамкаим. Единственный вопрос, что, допустим, описание амазонок, это Троянская война, это античный период. А вот то, что мы видим сейчас, описывает Песков, по глубине грунта, то, что это все находится, в общем-то, в слоях над античкой, говорит о том, что амазонок здесь продолжили выпускать, скорее всего, и после потопа 1675 года. То есть, фактически в 18 веке, потому что, скорее всего, датировка Аркаима, вот этого якобы имеющего возраст 6000 лет, городища так называемого, это, судя по залеганию грунта и вот слоям, он вообще наверху практически находится, и деревянный, дерево никуда не делось. То есть, это 18 век. То есть, после потопа 1675 года очень сильно изменилась, прошла волна, по моей гипотезе, засыпала эту античку, изменила речные системы, изменила ландшафты, и по глубине залегания античка, конечно, гораздо глубже всего. На Урале она вообще очень глубоко, хотя есть. Ну, идем дальше. Девицы много рожали, и со временем образовывался целый род во главе с грозной матерью-поведительницей. Она передавала свою власть дочери, а та внучке. Эти матрилинейные роды, подобные франтриям североамериканских индейцев, занимали огромные территории. Арийские вожди обучали их военному делу для самозащиты. Звероватые и неприхотливые метиски первых поколений прославились беспощадностью к врагам. Платон, живший на рубеже 4-5 веков до нашей эры, говорил, что узнал об амазонках из древних мифов. Но вопрос действительно в том, что получается, амазонок здесь выращивали и в античные времена, как я и предполагал. Но вот сейчас следы археологические на Кубани, они уже скорее всего 18 века. Потому что действительно плодородный слой, вот этот 3 метра на Кубани, нарос над слоем где-то метровым глиной. То есть это метровый слой глины, это следы потопа средины 19 века. Он же в городах засыпал краснокрепичные здания. А над ним уже образовался трехметровый слой чернозема. Я показывал действительно в наших фильмах с Алексеем Нехиным, с почвоведом, где он опровергал формулу Докучаева, что не там за 100 лет образуется сантиметр чернозема, а вот буквально за год или за два. И вот эти 3 метра образовались действительно с потопа 1842 года до наших времен. И образовывался этот чернозем прямо на наших глазах фактически. Вот в 60-е и 70-е годы 20 века еще носились пыльные бури. Сейчас их практически нет. Но из-за легания вот этих вот остатков, которые говорит Песков, вар, такие же, как и аркаимы, они фактически под этим черноземом, но над слоем глины. Частично уходят под слой глины. То есть то, о чем говорит Песков об этих поселениях, амазонах на Кубани, они в таких же варах практически жили. И там вары на Кубани такие же, как аркаим. Они находятся на глубине, засыпанные вот этим плодородным слоем. Если на Урале аркаим, там метр плодородного слоя и там чуть-чуть этой глины, то на Кубани ничуть глубже и то из-за толщины чернозема. Три метра чернозема и вот этот метр-два слой глины. А античка туда еще дальше идет вся. То есть античка, то что мы показываем вам в Керчи, в Тамане, там слои под 10 метров в среднем, с битой керамикой, морскими ракушками и костями. И под ними только античка идет. И вот в Краснодаре там как раз на глубине где-то больше 10 метров откапываются эти античные руины. Иногда они на возвышенностях вылазят на меньшей глубине, но там были возвышенности, она обтекла и там конечно слои тоньше. И вот под Краснодаром я еще раз говорил, что там находится фактически античный город, раскопайте и датируйте Краснодар 2000-летней давности у официальной историки. Но это не делается. То есть датировка этих амазонок получается, что почему-то вот вдоль Кубани, которая называлась раньше Вардон, помните Префлектон с Вардоном и там вход в подземное царство, то есть Дон с Кубанией. И вдоль Кубани получается, что в античный период и почему-то межпотопные выращивались амазонки. И это все происходило фактически в пригороде Трое. Опять это вот моя книга или плейлист на канале в YouTube «Трое. Осколки золотого века». И там показаны границы этого огромного города. И амазонки получается производились вопрямь чуть ли не под его стенами. Потому что его стены охватывали эти восемь стен и Таманский полуостров. А здесь по Кубани какие-то километры почему-то было место как раз почему-то все время и в античный период и межпотопный разведение именно амазонок. Сведения о них отрывочны, но все-таки они и есть. И им можно доверять. В Троянской войне участвовали амазонки под предводительством Пенсифилая. Если это, конечно, не голая фантазия слепого Гомера. Жили эти женщины якобы на реке Фермадонт в Малой Азии. Первоначально звучало как Пермадонт или Первая река. Пер-донт. Но это опять же мнение Пескова. Пермадонт, тут тяжело сказать, что это такое. Но Пер, это может быть искажение опять Херк, Дон-река, то есть Царская река. И опять у нас Ахерантом, который так назывался раньше Дон. Там сложная система, тот кусок Дона, который как раз впадал у нас в Азовское море, а потом дальше в Черное, потому что Керченский пролив это продолжение опять же этого Ахерантома был или Дона современного. То есть вот в чем вопрос, что опять Царская река, потому что здесь Малая Азия скорее всего нет. И действительно другое количество мифов показывает, что амазонки жили именно в Миотиде, то есть рядом с бассейном Азовского моря. Во все времена кроманьонцы и арии поселяли своих рожениц по берегам рек, служившими им дорогами. На Сардинии существовала особая категория женщин, воинственных, вооруженных, наделенных очевидно значительной властью. Отличительной особенностью сардинских амазонок были длинные толстые косы на груди. Анализ экономической истории Древней Италии подтверждает параллелизм формирования Сардинии и Этрурии. Так что и здесь видимо были своеобразные амазонки. Приоритет власти в создаваемых ариями матрилинейных родах часто удерживался довольно жестким способом. После гибели Пенсифилай предводительницей амазонок стала Антиагира. Она погибла в сражении со скифами, которые уговаривали амазонок сойти с ними, поскольку у них целы руки и ноги. Тогда как своих мужей амазонки калечили, ломая им бедра и локти. Ответ Антианиры, лучше спать с хромым, стал пословицей. Здесь мы вернемся немного к предыдущей информации Пескова, где он как раз говорил, что мальчиков уничтожали с первого роженицы, с первого приплода. Их вообще не брали из дольменов, только девочек. А мальчиков скармливали диким животным или в другие дольмены отдавали. А дальше тоже вроде бы как их семь поколений в нормальных условиях, чтобы вырастить рода, оставляли мальчиков только на седьмом поколении. И вот интересно дальше, что пишет Песков. По заданной хозяином программе, большинство мальчиков, рожденных от рожениц вторичного поколения, уничтожали. Мужчины служили только для продолжения рода. Такой покалеченный не будет демонстрировать свое физическое превосходство, не будет претендовать на власть, ломая заданную создателем систему матрилинейной власти. Сохранилось множество исторических сведений, рассказывающих о том, что в таких образованных ариями городках и поселениях рожениц мальчиков уничтожали. После того, как арии вымерли, династия рожениц продолжила выполнять сложившийся обычай. Но здесь не вымерли. Это в античное время точно не вымерли, потому что мы знаем, что были исполины и гиганты в античный период. И в межпотопные мы знаем, что где-то были исполины, какая-то небольшая выжившая часть, и гиганты оставались. Тут немножко Песков не прав. Но, в общем-то, картину основную мы видим, что формировалось два вида обществ, которые создавали гиганты. Это матрилинейные и фактически обычные, там, как у нас сейчас, где мужчины во главе. Как их назвать? Паттер, отцовские, то есть материнские и отцовские. И вот матрилинейные общества, это общество амазонок, которых тоже учили защищать себя. Интересно очень. То есть смысл создания амазонок, он до сих пор непонятен. Но попробуем в нем разобраться. Платон рассказывал, бесчисленное множество женщин, называемых савраматидами, живет между народами, окружающими понт. Они не только ездят верхом, но и носят луки и всякое оружие, и упражняются в употреблении них, делая это точно так же, как и мужчины. Сарматов, по словам Плиния, в первом веке до нашей эры, называли гини-караутменами, то есть женоуправляемыми. У них даже мужчины носили косы, сплетенными в них цветными лентами. Но это вообще интересно. То есть получается третий вид. Жена, то есть это не полные амазонки, где, видите, мужчин калечили, а общество, видимо, которое деградировало, как-то изменило, не деградировало, видоизменилось, ближе к нормальному, к нам привычному. У нас сейчас тоже не поймешь, что ты, в общем, управляемыми мужчинами. Но при этом женщины перестали калечить своих мужей, остались у власти, и мужчины, в общем-то, были нормальными и воевали уже, а не сидели как коллеги дома. То есть вот это третий вид. Вообще интересно, из двух видов мужчин и женщин столько различных, получается, видов. Матрилинейные рода, там патриархальные. Вот я вспомнил этот формат, патриархальные. Но у нас сейчас, допустим, общество даже не, ну, уже не назовешь патриархальным. Это действительно было, там, в Российской империи оно было патриархальным, реально, где женщины к власти, ну, как бы, допускались, но не очень. Помните, Софья Ковалевская, там, первый математик, там, это было все удивительно. Вот советская власть, она эту патриархальность разбивала на равность полов. Сейчас, ну, в общем-то, она так и осталась, равность полов. Ну, там опять дьюры, де-факты, непонятно. У нас сейчас не так, конечно, как у них. Вот у них, получается, рода были патриархальные и матриархальные. И вот смешанные. Ну, смешанные опять, это просто там, где не калечили мужчин, интересно. При Оралье и за Каспием в античные времена обитало женоуправляемое племя массагетов, прославившихся своими воинами с персами. Они были родственниками хетам. Возглавляла их царица Тамарис, которая была жрицей у своего народа. Легенды рассказывают, что по ее распоряжению был насыпан громадный курган, похожий на пирамиду. В действительности же он был насыпан по распоряжению арийского вождя. Это традиционный арийский тель для наблюдения за планетами. Часто возле таких гигантских курганов находилась круглая площадка, на которой проходили сексуальные праздники с роженицами, жившими в окрестностях. Ну, вот оно что и получается, что за царицей Тамара или Тамарис стоял все-таки арийский вождь. Так что все как-то по Пескову достаточно грустно. Но посмотрим дальше. Светоний 70-160 годы нашей эры был совершенно прав, рассказывая, что амазонки когда-то занимали большую часть Азии. У Страбона читаем о народе гаргареев, обитающем на Кавказе. А ниже гаргареев жили амазонки. Традиционная схема, по которой арийские вожди поселялись высоко в горах, а рожениц, рожденных в пещерах от дикарок, расселяли в горных долинах и низовьях ущелий. Женщины занимались земледелием и скотоводством. Наступал срок, и они так же, как и многие другие предэтносы, поднимались на склоны гор, на которых были разведены огромные костры. Возле этих костров происходили материнские ночи. Как мы видим, прекрасно сохранились древнейшие привычки, заложенные ариями в самом начале этногенеза. Во времена Золотого века жрец свел самую красивую девушку для арийского вождя, жившего на склоне горы в верховьях ущелья. Он заведомо выбирал такое место для поселения, чтобы была возможность наблюдать за большой медведицей, чтобы вести календарь. Здесь же в пещерах-дольменах содержал дикарок, от которых и получал гибридных девиц. И уже оттуда отселял вниз в удобную для земледелия долину. Жрец в условленные дни приводил девиц на заветную поляну, где и происходили оргии. Самую красивую девицу жрец выбирал для ария. Эти девицы почитались особенно, потому что они рожали детей очень высокой доли арийской крови. Эти дети по многим данным превосходили тех, кто родился от жрецов. На Канарских островах, как и в Древнем Вавилоне, и в Перу эпохи инков, почитались невесты богов, спящие девы. В Таиланде существовал сложный церемониал, при котором отбирали для ария самую красивую девушку. Он сохранился до нашего времени, как традиция, называемая кумари. Заранее присматривали качественную роженицу, которая, родив от ария, могла стать родоначальницей княжеской династии. В Кабарде от этих священных дев рождались дети, составившие особую касту, рожденных от могущественного. Они жили особенно, князья их боялись и искали покровительства. Представители касты женились только на таких же, из равных каст, обязательно имевшихся у других соседних народов. Вот невероятная устойчивость, с которой сохраняются в народной памяти заданные ариями программы. Но здесь множество параллелей, вы, наверное, поняли, кто такие жрецы, кто такой арии. То есть получается, что этот процесс искусственного антропогенеза, когда он был уже запущен, арий как бы оплодотворял только самых красивых, а всех остальных оплодотворяли уже, в общем-то, созданный народ. Жрецы это представители созданного народа. И вот этот фильм я начал как раз с первого фильма, где показывал кадры из фильма про Помпея, Суллу. Вот Сулла и был таким арием, а Помпей там, Цезарь, они были уже ранга жрецов. Там тоже они какие-то дети богов, но тот был сам бог. Это, скорее всего, уже отголосок античного времени. Вот так вот могли создавать самих гигантов. И вот княжеские роды, это рода. Скорее всего, здесь идет речь не о создании людей рабочих, а вот о создании действительно таких каст. Интересно, идем дальше. К 19 веку уже давно нет седых старцев, живших на альпийских лугах верховья в Кахказских ущельях, а князья продолжают поклоняться перед потомками их связей с полукровными девицами. В брачные союзы Тлакатлеши и Диженагу вступали только между собой. Или брали жен из домов Талагурских Алдар, Дегорских Бадилят или Горских Таубаев из равных себе сословий. На княжнах же и княгинях никогда не женились. Вот эти все люди как раз и были рожденными от Бога. Из этой же касты Арий выбирал и обучал жрецов. Если рожденный от князя и простолюдинки не считался князем, то от жрецов рождалось множество народу. Они несли большую ответственность за качество создаваемого населения. Поэтому беспорядочно смешиваться с кем попало не имели права. Жрец как породистый производитель должен был иметь множество качеств, параметры которых были выверены еще в недрах палеолита. Это были жрецы, подобные жреческой касте хоппи индейцев Пуэбло. Кабардинцы их называли по цвету кожи и волос позолоченное серебро. Вспомним красномордого фука из Нарвского эпоса. Люди с подобным цветом кожи встречаются у многих народов. Этот цвет кожи закрепился в генетическом коде ариев за десятки тысяч лет. В русском языке людей с такой кожей называют кровь с молоком. Выражение означает признак здоровья, что было обязательным для жреца. На Северном Кавказе во многих местах сохранились упоминания о ресталищах ариев с девицами. У некоторых народов это шумные попойки. Назывались они той. У некоторых групп татар оргии у первых рожениц назывались сабантуэми. У австралийских аборигенов эти игрища назывались пираунгару. Аборигены сходились на массовые оргии и ритуалы инициации. Девицы, полученные от гибридных рожениц, уже многому были обучены. Поэтому сами не просто отделяют своих детей, а предварительно обучают их житейским навыкам. Интересно, что совсем недавно по историческим меркам, в период конкисты, испанцы столкнулись в Южной Америке с местными амазонками. В 1542 году Франциско Орельяно описал их так. Мы увидели воочию, что в бою они сражались впереди всех и являлись чем-то вроде предводителей. Сеи жены весьма высокого роста и белокожие. Волосы у них очень длинные, заплетенные и обвернутые вокруг головы. Как мы видим, эти дамы сохранили приоритет власти в своих родах, разросшихся до племени. Их светлая кожа и высокий рост говорят о том, что они не смешивались с основной массой соплеменников. Все они, получается, были дочерьми главного ария родоначальника и вели свой род от первых праматерей. Морган приводит рассказ миссионера Райта, долго жившего среди ирокезов. Эти индейцы сохранили сформированные арийскими вождями семейные структуры. Обычно домом управляла женщина. Запасы у всех были общими, но горе тому злополучному мужу или любовнику, который пренебрегал своей обязанностью участвовать в добыче средств существования. Сколько бы он не имел детей и имущества в этом доме, он мог каждую минуту получить приказание взять все с собой и убраться. И если какая-нибудь тетка или бабушка не вступилась бы за него, он никогда бы не вернулся в свое селение. Женщины были наибольшей силой в кланах. Даже назначение вождя находилось в их руках. Ну вот достаточно интересно. То есть, что мы с вами поняли, что арии создавали интересных амазонок. Я вот, например, понял из Пескова то, что амазонки это матрилинейные специальные рода, в которых сохраняется наибольшая часть его генетики. И как раз они живут ближе всего к его жилищу в горах. И то есть, они в основном и ходят, получается, эти амазонки к этому арию, который их обладотворяет. Но опять это мы имеем частное обладотворение. То есть, небольших там таких князьков. Нет, князьями назывались наоборот эти жильцы в арийских группах. Ну, в общем, вот так вот. То есть, амазонки создавались, видимо, как специально люди этого ария. Женщины, вернее, этого ария, из которых получались определенные касты. Может быть, действительно, этот ария, что ему воспроизводить одних гигантов, допустим, если он был, допустим, как Фугас Полин. Получается, что он одну часть чисто женщин держал из архантропов, скорее всего. Видите, они получили, потом стали светлыми, высокими. От них получал потомство, которое было управленцами. А все ниже, это были уже из приматов. То есть, получается, действительно, в одном месте частным образом ария разводил себе князьков или жрецов. Имел стадо своих женщин, которые были амазонки. А внизу разводил из приматов, видимо, уже всю группу обслуживания. Ну, такое вот следы реального прошлого. То есть, это мы все ведем к тому, как формировались первые человеческие общества. И были, получается, матриархальные рода, были патриархальные рода. А для чего они были, мы с вами поняли. Но будем дальше читать. Конечно, книга очень тяжело читается. Вообще, ну, у него тяжелый слог у Пескова. Но я пытаюсь ее переводить и как-то объяснять. Так что, до свидания. Продолжим читать дальше. Продолжим читать дальше.